Здравствуйте, уважаемые ученики восьмых классов, а также гости моих каналов. Мы продолжаем изучать историю России, восемнадцатое столетие. Видеоурок шестой, тема «Экономическая политика Петра I». Шесть коротких вопросов. Роль государства в экономике. Второй. Развитие промышленности, мануфактуры. Третий. Развитие торговли и транспортных путей. Четвертый. Налоговая система. Пятый. Развитие сельского хозяйства. Шестой. Итоги экономического развития в эпоху Петра I. Первый вопрос. Роль государства в экономике. Главным инициатором развития промышленности в первой четверти восемнадцатого века было государство. Оно и понятное. Многочисленные войны требовали именно государственного управления экономикой. Сорок три процента предприятий открывались на государственные средства. Указами Петра I предписывалось, какие товары производить, в каком количестве, из какого материала, какими приемами. А за их неисполнение грозили жестокие наказания вплоть до смертной казни. Купцы, строившие заводы, получали льготы. Правительство помогало деньгами и материалами. Владельцы заводов освобождались с детьми и мастерами от службы. Они были подсудны только суду мануфактур коллегии. Не платили подати и внутренние пошлины. Они могли беспошлино привозить из-за границы нужные им инструменты и материалы. Их дома нельзя было использовать для военного постоя. Правительство награждало успешных фабрикантов и подвергало строгим взысканиям нерадивых. Благодаря покровительству государства, крупнейшим заводчиком стал бывший тульский кузнец Никита Демидов. Для управления купцами и ремесленниками Петр I создал сначала бурнистерскую палату, а потом главный магистрат, который должен был заботиться о росте и процветании крупного и мелкого производства. По указу 1722 года мастера-ремесленники объединялись в цеха. Цехи с одной стороны способствовали кооперации купцов и ремесленников, а с другой тормозили личную инициативу, сдерживали возникновение и развитие рыночных отношений. Государство нередко продавало купцам убыточные предприятия. Они должны были в принудительном порядке создавать компанию, которая выступала бы арендатором мануфактуры. Во главе компании стоял государственный служащий. Государство привлекало в такой форме организации промышленности круговая порука, связывающая купцов обязательствами. А у купцов была уверенность в получении государственного заказа и уверенность в гарантированном сбыте продукции. Поощрялась государством также и добыча полезных ископаемых. Так в 1719 году была издана берг-привилегия, по которой любому человеку предоставлялось право искать и перерабатывать полезные ископаемые. Условием была плата горной подати государству. Это одна десятая стоимости добычи. И 32 доли владельцу земли, где были найдены залежи руды. За утайку руды или попытку препятствовать добыче полезных ископаемых, виновным грозила конфискация земли или телесное наказание. Благодаря подобной политике в России в короткий срок были открыты крупные месторождения горного хрусталя, сердолика, селитры, торфа, каменного угля. Петр I привлекал иностранцев к развитию российского производства. В одном только Амстердаме он нанял около тысячи человек. В 1702 году по всей Европе был опубликован указ Петра I, приглашавший на промышленную службу в Россию на очень выгодных для иностранцев условиях. Русским послам при европейских дворах Петр приказал настрого искать и нанимать на русскую службу разных мастеров. В то же время царь принимал меры по подготовке отечественных квалифицированных специалистов, отправляя молодых людей на учебу за границу. При многих мануфактурах были созданы технические школы и ремесленные училища. В 1719 году для Аланецких заводов Петр велел набрать 300 учеников. На Уральских заводах тоже возникли горные школы, куда набрали ученики грамотных солдатских, подьяческих и поповских детей. В этих школах учили не только знанию горного дела, но и арифметики, математики и геометрии. В этом Петр I был чрезвычайно прогрессивен. Второй. Развитие промышленности, мануфактуры. Основное внимание в эпоху правления Петр I уделял военным заводам в эпоху своего правления. На мануфактурах Урала, Тулы, Сестрорецка делали пушки, ядра, гранаты, ружья, штыки, якоря, сабли. Уже в 1702 году Россия полностью прекратила импорт оружия. То есть был создан полностью отечественный свой военно-промышленный комплекс. При Петре I было отлито более 20 тысяч пушек. Появились первые скорострельные орудия. На Петровских заводах даже применяли как движущую силу огненные машины. Так назывались тогда прародители паровых двигателей. Еще в конце 17 века Петр I инициировал создание кумпанств для постройки кораблей Азовского флота. Это были добровольные товарищества землевладельцев, созданные для постройки и снаряжения кораблей. Кумпанства создавались как светскими, так и церковными землевладельцами. Однако просуществовав всего несколько лет, в 1700 году кумпанства были упразднены. Вместе них был введен единый государственный налог на снаряжение и содержание кораблей. Большинство мануфактур, возникших при Петре I, были довольно крупными. В частности, широкой постановкой дела, отличным оборудованием и большим числом рабочих отличались Петровские заводы в Волонецком крае, а также казенные горные заводы на Урале и в Пермском крае. Так, к девяти пермским заводам было приписано около 25 тысяч крестьян. В центральном районе появились суконные, для пошива обмундирования прежде всего, а также полотняно-парусные промышленные предприятия. В царствовании Петра I текстильная промышленность была создана заново, так как ни одна из мануфактур этой отрасли в XVII веке не сохранилась к началу XVIII. Теперь их насчитывалось 32. Центром текстильной промышленности стала Москва. Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, по указу 1703 года, крепостных или черносошных крестьян приписывали к мануфактурам для работы за счет государственной подати. А в 1721 году владельцам мануфактур было разрешено покупать для предприятий крестьян без земли, получивших название посессионных. Крестьяне посессионные. Эти крестьяне предписывались к мануфактуре навечно. Их нельзя было ни продать, ни заложить, ни передать наследство отдельно от предприятия. Всего управления Петра I количество мануфактур в России выросло с 30 в начале его царствования до 200 к 1725 году. Достаточно высокой была оплата труда на мануфактурах. Ученики рабочего получали в год 12-17 рублей, квалифицированные 15-30, а высококвалифицированные мастера получали от 70 до 100 рублей, невиданная и огромная по тем временам сумма. Этих денег вполне хватало не только чтобы кормить целую семью, но и хорошо ее одевать и представлять. Однако тяжелые условия труда и высокая смертность вели к частой смене работников. К концу царствования Петра в стране насчитывалось около 16 тысяч ремесленников. Крупнейшими ремесленными центрами были Москва, здесь 7 тысяч человек занимались ремесломом, а также Санкт-Петербург, 2,5 тысячи. Основными продуктами ремесленного производства были предметы домашнего обихода, замки, ножи. Особенно ценились те, что были сделаны в селах Павлове и Ворсма, оловянная посуда Ярославль, холсты Кострома, украшения из золота и серебра Москва, фенифтии Ростов-Великий, Вологда и другие. Развитие торговли и транспортных средств. Третий. В первой четверти 18 века успешно развивался всероссийский рынок. Крупными центрами торговли в то время были Москва, Астрахань, Великий Новгород, а также всероссийские ярмарки. Макаревская под Нижним Новгором, Свенская под Брянском и Ирбитская в Сибири. Постепенно центром международной торговли становился Санкт-Петербург. Этому способствовал Петр Первый, издавший в 1718 году указ, позволявший продавать иностранным купцам в Архангельске только пеньку, а всю остальную внешнюю торговлю повелевший перенести в Петербург. На Западе российские товары пользовались стабильным спросом. Особенно спросом пользовался строевой лес, смола, деготь, парусное полотно, пенька, канаты. Также вывозились продукты скотоводства, кожа, сало, щетина. Со времен Петра Первого Россия начала продавать за границу железо и медь. Главным видом транспорта внутри страны в то время оставался речной транспорт. Поэтому большое внимание уделялось строительству каналов. При Петре Первом были построены или спроектированы и началось строительство таких каналов, как Волгодонской, Ладошкий, Вышневолжский каналы, а также канал Москва-Волга. Петр Первый проводил политику протекционизма по отношению к русской промышленности и торговле. Предприниматели получали привилегии, субсидии, оборудование и сырье. В итоге зависимость от импорта значительно сократилась. Изделия русских мануфактур распространялись по всей стране. В 1724 году был введен таможенный тариф, предусматривавший высокие пошлины до 75%. На иностранные товары, которые могли выпускать или уже выпускали отечественные предприятия. И льготные условия на ввоз сырья для производства и вывоза готовых изделий. Такая политика соответствовала духу меркантилизма, то есть экономической политики, направленной на накопление средств внутри страны и поддержание положительного торгового баланса. Политика протекционизма дала возможность для быстрого роста отечественной промышленности и торговли. Четвертый. Налоговая система. Итак, политика протекционизма вызвала быстрый рост отечественной промышленности и торговли. Для этого, чтобы контролировать эти процессы, необходимо было провести налоговую реформу. И в 1724 году такая реформа была проведена. Единицей обложения налогом теперь был не двор, где могло быть и 10, и 20 человек, А душа мужского пола, то есть мужского пола, исключая дворян и лиц духовного сословия. Данная система налогообложения получила название подушная. И такая система налогообложения просуществовала в России до 1887 года. Для учета налогоплательщиков в 1718-1724 годах была проведена подушная перепись, на основе которой был установлен размер подати. Кроме подушной подати, источниками пополнения бюджета стали многочисленные новые налоги. Банная, рыбная, медовая, конская подати, налог на бороды. К концу управления Петр Первый насчитывал до 40 косменных сборов и налогов. Пятый. Развитие сельского хозяйства. Сельское хозяйство в первой четверти 18 века развивалось на экстенсивной основе, что означало, что главным образом это происходило за счет расширения пахотных земель, расширения запашки без использования новых технологий. О рутинном состоянии орудий труда того времени свидетельствует указ 1721 года, предписывавший крестьянам применять вместо серпов косы, а на уборке урожая грабли. В результате расширения связи с Европой и освоения новых территорий вводились новые сельскохозяйственные культуры, как-то табак, тутовые и фруктовые деревья, виноград. Стали разводить также новые породы скота, молочных коров и овец-мереносов. Время правления Петра Первого характеризовались усилением крепостного гнета. Несколько раз выросли налоги и повинности не только в пользу помещиков, но и в пользу государства. В 1724 году была введена паспортная система. Крестьянин, который уходил на заработки дальше, чем на 30 верст от места жительства, должен был иметь письменное разрешение от помещика с указанием срока возвращения. Вот это письменное разрешение от помещика и становилось новым документом, паспортом или пашпортом, как тогда говорили. Указ 1714 года о единонаследии приравнивал поместье к отчине и вводил принцип майората. Поместье должен был наследовать старший сын. Таким образом, Петр Первый предотвратил дробление крупной земельной собственности и обеспечил армию и государственный аппарат пополнением за счет дворянских детей. Шестой. Итоги экономического развития Петровской эпохи. Главным итогом экономической политики Петра Первого стал значительный скачок в развитии хозяйства российского в первой четверти 18 века. В семь раз выросло число мануфактур. Значительно расширился объем выпускаемой промышленной продукции. Страна впервые вышла на третье место в Европе по выплавке металла и впервые стала его экспортировать, то есть продавать за границей. То есть получилось как бы полное решительное импортозамещение, как можно было бы сказать сейчас. В сельском хозяйстве внедрялись новые орудия труда, росла производительность сельского хозяйства. С включением состав России при Балтике значительно расширились торгово-экономические связи с Европой, так как росли обороты внешней торговли. Крупнейшим ее центром, то есть внешней торговли, был Санкт-Петербург. Увеличился товарооборот и внутри России значительно выросло купеческое сословие, ставшее основой отечественной торговли и отечественной экономики. Однако все эти достижения были получены высокой ценой. Тяжелые налоги вели к обнищанию крестьян. Свободное предпринимательство тормозилось господством крепостнической системы. Государство по-прежнему играло ведущую роль в экономике. Все это вызывало неизбежные конфликты и потрясения в обществе. Подведем итоги и дадим задание на дом. Итоги. Приоритеты экономической политики Петра Первого выстраивались, исходя из решения внешнеполитических задач. Поэтому ее особенностями стали активная роль государства, политика протекционизма и меркантилизма, внимание к отраслям, обслуживающим армию и флот, рост налогового времени и эксплуатации населения. К концу царствования Петра Первого в России были созданы прочная промышленная база, налаженные тесные торговые связи со странами Западной Европы. Однако все эти грандиозные успехи были достигнуты путем переднапряжения сил нации. Задание на дом. Восемь проверочных вопросов, которые надо выучить наизусть. Перечислить особенности экономической политики Петра Первого. Второй. В чем проявилась роль государства в экономике России в этот период? Третий. Какие отрасли промышленности стали приоритетными в период правления Петра Первого? Четвертый. Как развивалось сельское хозяйство в первой четверти XVIII века? Пятый. Как решалась проблема нехватки рабочей силы в этот период? Шестой. Какую цель преследовал Петр Первый, издавая указ о единонаследии? Седьмой. Какова суть налоговой реформы Петра Первого? В чем разница между подушной и дворовой податью? Что было выгодно для государства? Восьмой. Какие преимущества давала проводимая Петром Первым политика протекционизма? Спасибо за внимание. До свидания. На следующем занятии мы с вами обратимся к теме российское общество в эпоху Петра Первого. Спасибо.